Азербайджан и ООН на пути к целям устойчивого развития, которая является совместной инициативой телеканала CBC и представительства ООН в Азербайджане. С вами Анастасия Лаврина. Здравствуйте. В этом выпуске мы поговорим о работе представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, коротко УВКБ, в Азербайджане. Сотрудничество было установлено в конце 1992 года. Мы все знаем, это было очень сложное время для нашей страны во время Первой Карабахской войны В результате оккупационной политики Армении Азербайджан столкнулся с гуманитарной катастрофой. Сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами. Наплыв беженцев шел и из Армении, откуда насильно изгоняли этнических азербайджанцев. В ходе начавшейся 27 сентября 2020 года 44-дневной отечественной войны территориальная целостность Азербайджана была восстановлена. Сегодня принимаются все меры по возвращению теперь уже бывших вынужденных переселенцев в родные края в рамках программы «Великое возвращение». УВКБ активно сотрудничает в этом процессе с правительственными структурами и гражданским обществом в нашей стране. Предлагаю поговорить на эту тему с нашими уважаемыми экспертами. Я их представлю у нас в студии сейчас. Представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо. Господин Амбросо, здравствуйте и добро пожаловать к нам на передачу. Большое спасибо. Вам спасибо. И наш второй гость – это Фуат Гусейнов, заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Господин Гусейнов, здравствуйте и добро пожаловать к нам в эфир. Большое спасибо. Мы также рады пообщаться и с вами в рамках этой программы. Итак, господин Амбросо, я хотела бы начать нашу беседу с вопроса к вам. Как цели устойчивого развития ООН соотносятся с мандатом УВКБ ООН? Какова роль организации в достижении этих целей? Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев приветствует повестку на период до 2030 года и стремится внести свой вклад в достижение целей в области устойчивого развития. Хотя моя организация, ООН, не работает над реализацией какой-либо одной конкретной цели устойчивого развития, мы полностью разделяем общий девиз «никого не оставить позади». Потому что, в конце концов, все цели касаются людей. И мы, как ООН, работаем с категориями людей, которым грозит большой риск остаться без внимания. В частности, это беженцы, внутренне перемещенные лица и лица без гражданства, или лица, которым грозит остаться без гражданства. Пользуясь возможностью, хочу напомнить, что в международном праве беженцем является лицо, бежавшее из своей страны из-за преследований, войны или военного вторжения и пересекшее международную границу из-за страха перед войной или преследования, и которое не может вернуться в страну происхождения. Внутренне перемещенное лицо может также спасаться от войны, как это было в случае с азербайджанскими переселенцами в начале 90-х годов, но делающие это в пределах своей страны. У нас также были беженцы из Армении. Да, это так. А также были люди, которые начали прибывать в страну, начиная с 1991 года, когда распался Советский Союз. Технически они пересекли международную границу и прибыли сюда в положении беженцев. Так или иначе, беженцы и вынужденные переселенцы – это люди, находящиеся в очень тяжелом положении и рискующие остаться без внимания. УВКБ ООН работает с правительствами, пытаясь помочь, защитить и найти решения для этих людей. Почти все цели в области устойчивого развития относятся к борьбе с бедностью, борьбе с голодом, доступу к здравоохранению, качественному образованию, к чистой воде. Может быть, только жизнь под водой не распространяется на наших беженцев и вынужденных переселенцев. Но позвольте мне сказать пару слов о двух конкретных целях. Одна из них – борьба с изменением климата. Изменение климата само по себе не является причиной, по которой люди решают покинуть свою страну. Во всяком случае, у таких людей до сих пор нет юридического права, чтобы получить статус беженца по этой причине. Возможно, в будущем должен быть разработан какой-то юридический аспект, чтобы охватить и людей, решившихся покинуть страну по причине изменения климата. Однако даже сейчас люди, которые спаслись от опустынивания, засухи и тому подобного, при этом это было смешано с войной или преследованием, и они могут быть признаны беженцами. И, наконец, позвольте мне также упомянуть цель под номером 17 – партнерство в интересах устойчивого развития. Для нас особенно важно достичь цели защиты, помощи и поиска решений для беженцев и перемещенных лиц. Мы должны делать это в партнерстве с правительством и гражданским обществом. И поэтому я очень рад, что я сегодня нахожусь здесь с Фуадом Гусейновым, который является моим старым другом. У нас очень хорошие партнерские отношения с организацией, которую он представляет, особенно в процессах по поддержке сотен тысяч перемещенных азербайджанцев, появившихся в конце Первой Карабахской войны. А сейчас явно появилась новая перспектива, новое измерение. Но об этом позже. Определенно, господин Амбросо. Большое спасибо за то, что поделились с нами этой краткой информацией о работе УВКБ ООН. Это очень важно. И, как вы упомянули, эта организация проводит большую работу в Азербайджане с начала 90-х годов. Господин Гусейнов, я знаю, что после окончания Второй Карабахской войны одной из задач, поставленных правительством Азербайджана, является реализация программы «Великое возвращение», в рамках которой осуществляется возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли. Азербайджан представляет новую уникальную модель – возвращение вынужденных переселенцев. Скажите, пожалуйста, почему эту модель называют уникальной? Во-первых, я рад еще раз искренне приветствовать уважаемую аудиторию и моего друга, и коллегу господина Гувиду Амбросо, и вас, конечно же. И прежде чем перейти к вашему вопросу, я хотел бы также подчеркнуть, что как надежный партнер на международной арене, Азербайджан по-прежнему привержен выполнению своих обязательств в рамках различных международных договоров. В том числе это касается и целей в области устойчивого развития на период до 2030 года. В этом уже был достигнут значительный прогресс. Как известно, специальным указом президента Азербайджанской республики был создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию под председательством заместителя премьер-министра. Я имею честь быть членом этого совета, созданного с целью определения национальных приоритетов и целей до 2030 года, которые должны быть согласованы с целями устойчивого развития. Азербайджан является одной из 12 стран мира, которые представили уже третий добровольный национальный отчет о реализации целей в области устойчивого развития. Отчет был представлен на политическом форуме высокого уровня в Нью-Йорке. И, как упомянул господин Амбросо, в повестке 2030 особое внимание уделяется уязвимым группам, людям, подвергающимся риску, таким как вынужденные переселенцы, беженцы и вынужденные мигранты. Вынужденное перемещение людей слишком сильно угрожает прогрессу, достигнутому в реализации ЦУР. Азербайджан – одна из стран, где беженцы и вынужденные переселенцы последние три десятилетия составляют 10% от общей численности населения. И, как упомянул господин Амбросо, в начале 90-х годов, если бы не помощь со стороны международных сообществ, мы бы столкнулись лицом к лицу с настоящей гуманитарной катастрофой. Мы благодарны всем международным организациям, в том числе агентствам ООН, включая УВКБ, за оказанную нам помощь в самый критический период истории Азербайджана. Азербайджан накопил огромный опыт и базу знаний в работе с крупномасштабным перемещением людей. К настоящему времени по всей стране возведено 116 новых современных жилых комплексов. Улучшенным жильем обеспечено 320 тысяч человек, вынужденных переселенцев. Уровень бедности среди них снизился с 75 до 8%. И деятельность азербайджанского государства в этой области была высоко оценена ведущими международными организациями, в том числе действующим генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в качестве верховного комиссара по делам беженцев в ходе его визитов в Азербайджан. Служить образцом для других стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами, является единственным долгосрочным решением проблемы. Отсутствие политического урегулирования бывшего армяно-азербайджанского конфликта не позволяло сотням тысяч наших соотечественников осуществить свое фундаментальное право на родные земли. Около 30 лет Армения одержала под оккупацией 20% азербайджанских территорий, не выполняя четырех резолюций Совета безопасности ООН от 1993 года, требующих полного, немедленного и безоговорочного вывода всех оккупационных сил с оккупированных территорий. И только благодаря победе в Отечественной войне 2020 года под руководством нашего верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева была не только восстановлена территориальная целостность и национальный суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ, но и созданы условия, способствующие безопасному, достойному и добровольному возвращению вынужденных переселенцев на родные земли. Стоит отметить, что процесс великого возвращения уже начался. Перед азербайджанским государством стоит почетная задача обеспечить развитие освобожденных территорий и великое возвращение перемещенных лиц. А с упором на концепции Smart Village, Smart City реализуются значимые инфраструктурные проекты. Уникальность нашего положения в том, что территории, которые были под оккупацией, полностью опустошены. Все просто сравняли с землей, и все нужно строить практически с нуля. По указу президента и в соответствии с целями в области устойчивого развития, строятся города и села для вынужденных переселенцев, чтобы сделать их жизнь на освобожденных территориях максимально достойной. Совершенно верно. Как вы правильно заметили, за короткий период прошло всего два года со дня Великой Победы, когда территориальная целостность Азербайджана была восстановлена. Уже первые вынужденные переселенцы получили возможность вернуться на свои родные земли. Вся необходимая инфраструктура для их достойного возвращения была возведена в соответствии с международными и европейскими стандартами, как, например, было построено умное село Агалы в Зангелане. Итак, господин Амбросо, мы уже начали обсуждать эту тему. Партнерство между ВКБ ООН и Азербайджаном с начала 90-х годов, когда организация поддержала страну в столь трудное время. В каких областях стороны наладили сотрудничество уже в период после Второй Карабахской войны? Какие меры предпринимаются у ВКБ ООН для оказания помощи пострадавшему от конфликта населения? Да, я бы разделил это на несколько фаз. В 90-е годы это была критическая фаза. Это была почти катастрофа. Я думаю, что благодаря нашему партнерству это не превратилось в катастрофу. Вы знаете, я был здесь в середине 90-х. Я видел страдания людей и очень тяжелые условия, в которых эти переселенцы жили в вагонах поездов, в пещерах, называемых землянками, в лагерях, в бывших в употреблении общественных зданиях. УВКБ ООН подсчитало, что в 90-х годах мы потратили более 50 миллионов долларов на оказание помощи этим перемещенным лицам. Это все осталось в моей памяти. Затем вы знаете, что социально-экономическое положение Азербайджана значительно улучшилось, и правительство взяло на себя поддержку и ответственность за вынужденных переселенцев. Как сказал господин Гусейнов, правительство много инвестировало, даже до конца Второй Карабахской войны, чтобы сделать жизнь этих людей достойной. И наша роль перешла на оказание юридической помощи, предоставление юридических консультаций. Хочу также напомнить, что во время Второй Карабахской войны мы немного перешли в режим чрезвычайной ситуации, хотя это было гораздо меньшего масштаба и в гораздо более сжатые сроки. Но мы оказали гуманитарную помощь временно перемещенным лицам и пострадавшим от конфликта во время Второй Карабахской войны. Мы потратили около двух миллионов долларов на предоставление предметов первой необходимости, таких как одеяло, кухонные принадлежности, а также наличные деньги. К счастью, ситуацию удалось взять под контроль. И затем мы переходим к третьему этапу, который подразумевает работу с правительством, чтобы облегчить процесс возвращения внутренне перемещенных лиц на свои исконные родные земли. Я признаю, что это большая проблема не только из-за масштабной реконструкции или, скорее, необходимости строительства всего с нуля, но и потребностей в разминировании, масштабы проблемы которой шокируют. Пользуясь этой возможностью, хочу отметить работу правительства и Анамо по разминированию, что очень важно для облегчения и ускорения процесса возвращения людей. Но другая проблема в том, что прошло уже 30 лет с тех пор, как появились первые перемещенные лица. Так что сейчас речь идет о втором или третьем поколении. Это еще и социальный элемент. Мы или какое-либо другое агентство ООН можем решить или помочь правительству решить эту задачу. Я думаю, что должен быть общий подход ООН к ситуации. Мы в рамках своей компетенции и мандата консультируем правительство по ряду вопросов. Мы также вносим свой вклад в просвещение по вопросам о минной угрозе и наличии взрывоопасных боеприпасов. Это происходит в рамках сотрудничества с Государственным комитетом, с Анамо и с агентствами ООН. Мы также готовы к диалогу с правительством по выполнению седьмого пункта в трехстороннем заявлении от 2020 года. Предполагается, что УВКБ ООН будет играть определенную роль в оказании помощи правительству в реализации возвращения в Карабах и прилегающие районы. А еще я видел деревню Агалы и хочу отметить, что действительно все было построено по стандартам Smart Village. Мы были здесь в 90-х годах, мы здесь и сейчас. И мы стремимся сотрудничать с правительством в благородной задаче содействия возвращению вынужденных переселенцев в условиях безопасности и на добровольной основе. Мы должны обеспечить их возвращение туда, где они изначально были. Безусловно, господин Амросо, хорошо, что УВКБ ООН до сих пор поддерживает правительство Азербайджана в этом достаточно длительном и сложном процессе. Люди, вынужденные переселенцы, ждали этой возможности около трех десятков лет. Вы затронули очень и очень важный вопрос, и я хотела бы, чтобы господин Гусейнов продолжил говорить о процессе разминирования. Это проблема номер один. Проблема в том, что это замедляет процесс реставрации, реконструкции, строительства зданий, что довольно часто происходит практически с нуля. Как вы уже сказали, это реальная проблема для безопасного возвращения вынужденных переселенцев. Поделитесь с нами своим опытом работы в этой конкретной ситуации. Каково ваше видение этой проблемы и как, на ваш взгляд, ООН может нести свой вклад в ее решение? Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Армения загрязнила большое количество азербайджанских земель минами и неразорвавшимися боеприпасами до такой степени, что сегодня эта территория считается одной из самых заминированных территорий в мире и отказываясь предоставить точные карты минных полей в полном объеме, Армения продолжает грубо нарушать основные права внутренне перемещенных лиц, особенно их право на возвращение. Массивно заминированные противопехотными минами территории нарушают право сотен тысяч наших соотечественников на безопасное и достойное возвращение в свои дома, на свои земли. И несмотря на активную работу по разминированию в течение длительного периода времени, имеются жертвы, особенно среди гражданского населения. Совсем недавно Азербайджан подал иск в Международный суд, в котором упоминается, что с момента подписания трехстороннего заявления, в то время как боевые действия уже не велись, только в одном Лачинском районе было установлено 1300 мин. И это еще одно свидетельство того, что Армения нарушает временные решения суда от 7 декабря 2021 года. А с ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли или получили тяжелые ранения более 260 азербайджанцев. И, к сожалению, среди них имеются также вынужденные переселенцы, которые давно ждали возможности увидеть свои родные земли. Как недавно заявил президент Ильхам Алиев в ходе саммита в Астане, «По оценкам международных экспертов, процесс разминирования может занять 30 лет, и на полное разминирование потребуется 25 миллиардов долларов. Мы снова обращаемся к международному сообществу с призывом оказать давление на Армению, которая должна предоставить карты минных полей. А также мы рассчитываем на поддержку международного сообщества, в том числе ООН, в поддержке Анама, а также в процессе по информированию населения о минной опасности». А недавняя оценочная миссия, проведенная Всемирным банком, Европейским союзом и Организацией объединенных наций, также выявила тесную связь между темпами деятельности по разминированию и темпами реконструкции, восстановления и возможного возвращения вынужденных переселенцев. Наличие мин – это один из самых сдерживающих факторов, мешающий массовому возвращению вынужденных переселенцев. Я также считаю, что в тесном сотрудничестве с ООН, различными агентствами и гуманитарной помощью у правительства Азербайджана будет шанс еще более активно и эффективно, быстрее приступить к решению этой проблемы. Уважаемые эксперты, у нас осталось не так много времени до конца эфира, но у меня осталось еще два вопроса. Говоря о партнерстве между Азербайджаном и УВКБ ООН, речь идет не только о вынужденных переселенцах, появившихся в результате Первой Карабахской войны, и беженцах, появившихся в тот же период, но и о других беженцах из других стран. Во время проведения международной благотворительной ярмарки здесь, в Азербайджане, в Баку, которая была также посвящена 30-летию партнерства ООН и Азербайджана, на стенде УВКБ ООН была представлена продукция, подготовленная беженцами из Афганистана, Пакистана и ряда других стран. Расскажите нам о том, как УВКБ ООН поддерживает этих людей, и о взаимодействии вашего агентства с правительством в этой области. Да, Азербайджан также принимает и принял ряд беженцев из зарубежных стран. До 24 февраля большинство из них были из Афганистана, некоторые также были из Пакистана и других стран. А потом, конечно, после 24 февраля, Азербайджан начал принимать и беженцев из Украины, спасающихся от войны. Беженцы приносят не только новые вызовы, но и могут внести свой вклад в развитие общества, а также свою культуру, что соответствует азербайджанской политике мультикультурализма и открытости по отношению к разным народам. Так что я был счастлив, что посетители выставки смогли увидеть некоторые из работ, подготовленные афганскими беженцами. Наша цель вместе с правительством – все больше и больше интегрировать их в азербайджанское общество, чтобы они могли стать продуктивными членами общества. И в этом контексте я хотел бы выразить признательность правительству за то, что оно взяло на себя некоторые важные обязательства в рамках глобального форума по беженцам. Важно предоставить этим людям легальный доступ к рынку труда и включить их в систему здравоохранения, включая бесплатную вакцинацию от COVID. Я очень рад, что это обещание было выполнено. На выставку пришла пара афганских беженок, окончивших азербайджанские университеты. Они пришли ко мне поблагодарить правительство и нас за то, что после учебы, наконец, у них есть степень, и они могут работать в стране легально. Мы надеемся на то, что будет достигнут еще больший прогресс, потому что они все еще не имеют четкого юридического статуса. И я уверен, что в ближайшем будущем правительство также предоставит им четкий правовой статус. Напоследок хочу отметить, что в Азербайджане также находится 6 990 украинцев. Часть из них была еще до войны, а часть прибыла во время войны. Но есть также и те, кто приезжают и уезжают. И я признаю, что это еще один вызов для правительства. Я также хотел бы поблагодарить правительство за то, что оно позволило этим людям остаться в Азербайджане. Потому что для нас единственная международная защита заключается в том, чтобы не заставлять людей возвращаться туда, где они столкнутся с преследованием. Поэтому мы также очень благодарны правительству за защиту и принятие этих украинских беженцев. Безусловно, Азербайджан, переживший очень тяжелое время в начале 90-х годов, прекрасно понимая ситуацию в других странах и всегда готов поддержать тех, кто приезжает сюда в поисках безопасной жизни и защиты. При поддержке УВКБ ООН в Азербайджане осуществляется процесс добровольного, безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные земли. Скажите, как именно две стороны продолжат развивать сотрудничество для того, чтобы жизнь теперь уже бывших вынужденных переселенцев в Карабахе была безопасной и благополучной. Что ж, я хотел бы еще раз повторить, что правительство Азербайджана и УВКБ продуктивно и прочно сотрудничают. Это сотрудничество основано, как отметил господин Амбросо, на общих ценностях для обеспечения защиты беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, ищущих убежище и лиц без гражданства. Правительство Азербайджана приняло новые политические меры, чтобы облегчить доступ беженцев к местному рынку труда, а также в отношении выполнения обязательств, взятых на Первом глобальном форуме по беженцам. Что касается великого возвращения, то, конечно, УВКБ играет особую роль в этом процессе. В соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России, в котором говорится о возвращении вынужденных переселенцев на родные земли, Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел серию встреч с УВКБ и другими организациями, работающими в этой области, как в формате онлайн, так и лично, уделяя особое внимание юридическим вопросам и опыту УВКБ в других странах, а также ссылаясь на поддержку государственных органов. Как бывший сотрудник ООН, вы знаете, я работал в ООН почти 20 лет. Я могу сказать, что успех любой гуманитарной организации или любого агентства ООН зависит от разработанной стратегии. И я уверен, что УВКБ сыграло важную роль в тот момент, когда возникла чрезвычайная ситуация, оказав жизненно важную помощь сотням тысяч наших перемещенных лиц. УВКБ также с нами в этом процессе великого возвращения и реинтеграции вынужденных переселенцев. Мы демонстрируем мировому сообществу новую модель постконфликтного восстановления, превратив земли, когда-то заброшенные и опустошенные, в настоящий рай, как об этом говорит и президент Ильхам Алиев. В заключении хотел бы воспользоваться случаем и пожелать нашему народу мира, процветания и скорейшего возвращения наших вынужденных переселенцев на родные земли. Еще раз спасибо. Безусловно, мы тоже присоединяемся ко всем вашим пожеланиям. Уважаемые эксперты, большое спасибо, что нашли время и присоединились к нашей уникальной программе сегодня в нашей студии. Было интересно подискутировать с вами обоими, и я надеюсь, что мы смогли найти ответы на многие вопросы. Напоминаю нашим телезрителям в эфире телеканала CBC была передача «Азербайджан и ООН на пути к целям устойчивого развития». Я, Анастасия Лаврина, оставайтесь с нами и до скорой встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова